Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем изучение Евангелия от Матфея в рамках библейского портала экзегет.ру Глава 17 По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды Его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Присемь Петра сказала Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Ильи. Начинается повествование о преображении Господнем. Мы видим, что Господь восходит на гору. Гора не называется, но традиционно из древнейшего предания церковного это была гора Фавор. Иисус берет самых доверенных учеников, учеников, которые не сомневаются, как мы понимаем, в божестве нашего Господа, то есть это Петр, это Иаков и Иоанн, братья Зеведеевы. Традиционно в церкви говорят, что Петр, Иаков, Иоанн олицетворяют главнейшие христианские добродетели, Вера, Петр, Надежда, Иаков и Иоанн, любовь. Возводит на высокую гору одних, то есть остальные ученики остаются у подножия горы и преображаются перед ними. Преображение выражается в том, что лицо его просияло, как солнце и одежды сделались белыми, как свет, то есть стали светящимися. Учитывая то, что по объяснению многих преображение было ночью, мы понимаем, что для апостолов это было очень необычное явление. Явились им Моисея и Илья с ним беседующие. По всей вероятности мы говорим о том, что у апостолов включился язык сердца, ведь для ветхозаветного человека изображение запрещалось, и вопрос поставить, откуда Петр, Иаков и Иоанн поняли, что перед ними Моисей и Илья, иначе мы не можем. По всей вероятности духовной интуиции они узрели в них именно Моисея и Илью. Моисей и Илья беседовали с Господом о чем? Евангелие от Луки нам даст ответ о том конце, о том исходе, который Иисус намеревался совершить в Иерусалиме, то есть именно речь шла о Голгофе. И по всей вероятности Петр, услышав эту речь о Голгофе, о том конце, который Господь намеревался завершить в Иерусалиме, произносит слова. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Иными словами, контекст вот этих очень красивых слов апостола Петра, он для нас оказывается на самом деле необычный. Блаженный Фефелакт говорит об этом. Апостол Петр не хочет идти в Иерусалим. Он знает, что Господу надлежит там пострадать. Он понимает, что и апостолов ждет там непростое испытание. Апостол Петр не хочет этого. И поэтому предлагает здесь остаться навсегда. Хорошо нам здесь быть. Но с другой стороны, один из богословов очень хорошо говорит, что никто никогда из людей никаких более прекрасных слов не произносил. Потому что действительно апостол Петр переживал присутствие Царства Небесного, блаженного рая, которому каждый из нас и устремляется. И вот апостол Петр, не понимая, как это выразить, говорит очень просто. Хорошо нам здесь быть. Останемся здесь навсегда. Когда же Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголище, и сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Вот в этих словах, когда говорится об облаке светлом осенивших апостолов, о раздающемся гласе, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте, мы, конечно, видим свидетельство о божественной славе, которая осенила гору Фавор. Надо сказать, что для ветхозаветных иудеев само по себе облако было символом присутствия Божия. И поскольку иудеи знали, что нельзя увидеть Бога и не умереть, апостолы тоже очень испугались. Об этом говорит Евангелие именно самыми простыми словами. Ученики пали на лица свои и очень испугались. Они подумали, что сейчас им надлежит умереть. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте, не бойтесь, успокойтесь. Но, пожалуй, важны и сами слова Бога Отца. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Слова, знакомые уже для апостолов, они раздавались на берегах Иордана, когда Господь, крестившись от Иоанна, вышел из воды. И, по сути дела, это было мессианское исповедание Господа перед всеми. Потому что Сыном Божиим у иудеев назывался Мессия, который должен был прийти. Но очень важное добавление, его слушайте. С одной стороны, это, конечно, призыв исполнять заповеди Божии, но с другой стороны, для ветхозаветного человека это было не что иное, как свидетельство на то, что Он, Иисус, есть тот обетованный Мессия, о котором когда-то израильскому народу говорил Моисей. Если бы мы открыли сейчас Второзаконие и место 18 главы, 15 и 18 стихи, то увидели бы, что там Моисей, к народу обращаясь, говорит очень важные слова о том, что после того, как Моисей умрет, такого, как он, пророка, воздвигнет израильскому народу Господь. И вот там дальше Моисей добавляет, того слушайте. И вот эта добавка, его слушайте, была, конечно, свидетельством для апостола, то, что именно на Иисусе сбываются мессианские обетования, о которых говорил самый главный начальник иудейского народа, пророк Моисей. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о семь видений, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Но в данном случае опять налагается вет на исповедание Иисуса истинным Мессией, то есть Христом, по очень простой причине. Потому что народ ждет другого Мессию. И сейчас, сказав народу о том, что перед ними Христос, это все может спровоцировать преждевременные опасности для Господа, поскольку тогда народ посчитает, что Мессия пришел, посчитает, что он сможет расправиться с властью, которая была чужеземной и присутствовала на израильской земле. И вот здесь тогда можно будет сказать о тех опасностях, которые последуют. Они будут преждевременными. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что говорил он им об Иоанне Крестителе. Вот в данном случае недоумение учеников. Они, как ветхозаветные иудеи, или лучше сказать, как те, кто знает ветхозаветные учения о пришествии в мир обетованного, священного, великого царя, знают о том, что его приход должен предварить Илья пророк. И поэтому они спрашивают, как же ты, Мессия, если Илья еще не пришел? Ведь ему надлежит прийти. Ну, в этом смысле мы события преображения понимаем, как свидетельство того, что Илья явился на горе преображения и встал пред Господом, и беседовал с ним. Но, с другой стороны, мы не можем здесь не услышать и очень важное свидетельство Господа, которое, можно сказать, уже восходит к эсхатологическому свершению. Правда, Илья должен прийти и устроить все. Это первая часть утверждения Господа, которая не отменяет то, что и перед вторым пришествием придет Илья. Но говорю вам дальше, продолжает Христос, что Илья уже пришел и не узнали его. Ученики понимают, что Господь говорит обаяне крестителей. Действительно, Илья Фесфитянин был прообразом Иоанна Крестителя. Он предсказывал или указывал на то, каким должен быть креститель. И ученики понимают, что Господь говорит им именно о крестителе. Это уже второе место в Евангелии от Матфея, когда ученики недоуменно спрашивают Христа об Илье Пророке. Первый раз это было в 11 главе, и Господь практически эти же слова сказал ученикам. И теперь второй раз мы видим после горы преображение. Но здесь слова Господа гораздо сильнее. То есть они утверждают, что перед вторым пришествием Илья придет. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и, преклоняя пред ним колени, сказал Господи, помилуй сына моего. Он в Новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Вот первое начинается повествование об исцелении так называемого бесноватого отрока лунатика. Мы видим, что здесь Евангелие от Матфея связывает Новолуния с беснованием. И, по сути дела, утверждает, что беснование и новолуние – это одного рода духовное заболевание. Однако сказать, что обязательно люди-эпилептики страдают вот беснованиями мы не можем. Чаще всего бес приседает, он паразитирует на этой поврежденной природе человека. Но описывает отец перед Господом именно тяжкие страдания своего ребенка, который за что наказан. Вот здесь, в данном случае, можно полагать, что дети наказываются за грехи родителей, которые, понимая, что эти грехи не хотят в них приносить покаяние перед Господом. Отец говорит, «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И вот опять недоразумение на первый взгляд. Потому что Христос уже дал ученикам власть недуги исцелять и бесов изгонять. Они уже ходили и совершали это. Почему здесь не могли? Пока оставим этот вопрос. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Тоже непростое место. Что значит род неверный и развращенный? Одни толкователи говорят о том, что речь идет об отце, который был грешником, из-за его грехи, из-за его разврат, возможно, был наказан безнованием его любимый сын. Другие говорят, что Господь произносит эти слова о народе, который окружает. Есть толкователи, которые даже полагают, что речь идет об апостолах, которые по своему неверию не смогли исцелить этого отрока бесноватого. Но мне ближе всего другое объяснение. Здесь эти слова «О род неверный и развращенный» Господь произносит о падших духах. Вот по отношению к людям Господь употреблял другое название. Он говорил «Род лукавый и прелюбодейный», а здесь «неверный и развращенный». И чуть попозже мы увидим, что вполне это объяснение, то, что эти слова относятся к падшим духам, мы можем прилагать. «Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрока исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его. Иисус же сказал им «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и укажете, горе сей перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом». Вот последние слова здесь в этом повествовании. «Сей же рот изгоняется только молитвою и постом», сопоставим со словами «О, рот неверный и развращенный». В каком-то смысле все встает на свои места. Но непонятны тогда слова Христа. «По неверию вашему». Да, но рот изгоняется молитвою и постом. Мы можем поставить вопрос, а что апостолы не молились и не постились, по всей вероятности молились и постились, но не так, как заповедовал Христос, и не для того, как заповедовал Христос. Господь не случайно сказал «имейте веру с горчичное зерно». Во что? В то, что всю силу Божию совершается, в то, что Он есть обетованный Мессия, в то, что Он пришел для спасения рода человеческого, и в то, что человек без силы Христовой не может победить грех. Как только об этом забывает служитель Божий, в данном случае апостол, как только Он молитву или пост направляет на себя, на то, чтобы прославиться перед людьми, на то, чтобы показаться перед ними, в тот час Он теряет эту великую силу помогать людям недуги исцелять и бесов изгонять. А если такая вера есть, даже с горчичное зерно, то гора с одного места на другое может перейти. В данном случае мы видим, что такой горой здесь является вот эта невозможность для учеников изгнать беса из отрока бесноватого. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснуть, и они весьма опечалились». Это вот еще одно откровение Господа о том, что Ему надлежит пойти в Иерусалим и много там пострадать. И в данном случае мы видим, что Господь, как только Петр исповедал его Сыном Божиим, начинает постоянно апостолам об этом напоминать. Он их психологически, можно, наверное, не побояться этот термин употребить, готовит к тому, что предстоит и Ему, и прочим апостолам, Его ученикам. Господь знает, что это не просто дастся им. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Нему собиратели Дидрахмы, сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подойти, сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». И Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось удочку и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Но вот здесь мы видим, что, во-первых, в то время, когда совершалось общественное служение нашего Господа, специально уполномоченные от Иерусалимского храма люди ходили и собирали так называемый налог на храм с иудеев. В данном случае, вот он заключался именно в Дидрахме, которой, по всей вероятности, была половина статира. Петр обещает этим собирателям Дидрахм то, что учитель подаст и идет ко Христу Господь, показывая свое всеведение и подсказывая свое всемогущество, как истинного Бога, упреждая Петра, спрашивает его, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подойти, сынов ли или с посторонних?» И Петр говорит, «С посторонних». И Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны». Что это значит? Собиратели Дидрахм собирают на Иерусалимский храм, храм, посвященный Богу, в данном случае Богу-отцу для нашего Господа Иисуса Христа. Подобно тому, как цари земные не собирают со своих сыновей подать, а собирают с подчиненных или с рабов, точно так же он, как истинный Сын Божий, свободен от подати на Иерусалимский храм, храм своего отца. Но, и вот дальше очень важно, говорит Господь, чтобы нам не соблазнить их. Не пришло еще время откровения, то, что это так. И вот ради того, чтобы не соблазнить, Господь платит подать туда или тому, кому не должен был платить. Ну и вот этот несоблазн совершается через, опять же, великое свидетельство всемогущества Божия, поскольку посылается Петр закинуть удочку, и не видя, куда он кидает, на нее клюет рыба со статиром во рту, который Христос предлагает Петру заплатить за себя, ну и за самого Петра. В данном случае, когда мы обращаем внимание на вот эти слова последних Христа, мы замечаем, что все-таки Петр выделялся из числа прочих учеников. И по всей вероятности, это было связано с тем, что он был лидером в апостольской общине. Он в определенном смысле был уполномочен от их лица принимать какие-то определенные решения. На этом заканчивается 17 глава Евангелия от Матфея. Субтитры создавал DimaTorzok